Здравствуйте! Это программа «Важная тема». Меня зовут Ефим Овчинников. Совсем скоро в Петрозаводске пройдет Кубок Дружбы Народов по футболу. У нас в гостях один из его организаторов – Вахтанг Гвалия. Вахтанг, здравствуйте! Вахтанг, когда впервые в Петрозаводске прошел Кубок Дружбы Народов по футболу? Что из этого получилось? Чему он был посвящен? Здравствуйте, уважаемые телезрители! В первый раз Кубок Дружбы Народов мы провели в 2014 году. А точнее говоря, мы его возродили, так как он раньше лет 10-15 назад у нас на территории Республики Карелия проводился. В 2014 году мы его посвятили памяти Иланы Мадивовны Мигуновой, министра по национальной политике. Получилось очень зрелищное мероприятие, интересное. В нем приняли участие 10 команд, представляющих национальное общество Республики Карелия и города Петрозаводска. Он достаточно в дружеской обстановке его прошел. То есть турнир показал то, что люди, независимо от своих национальностей и вероисповеданий, могут очень дружно существовать как на одном футбольном поле, независимо от того, что футбол это очень жесткая игра, так и на территории Республики Карелия. А представители какой национальности, если можно так говорить, не обижая, естественно, других, лучше играют в футбол? Финны, карелы, казахи, поляки, кто лучше играет в футбол? Ну, однозначно сказать нельзя, кто лучше всего играет. Каждый из них старается, естественно, играть, представлять свою национальную сборную. Но могу только сказать, что в прошлом году первое место завоевало национальное общество Армении. Это команда Арарат. В общей сложности сколько национальностей побывали на одном поле? 10 национальностей, которые принимали участие и разыгрывали между собой кубок победителя. А в этом году, я так понимаю, мероприятие выходит за рамки Карелии. К нам приедут из других регионов России. Откуда будут гости? Да, действительно. В этом году у нас турнир уже вышел за рамки региона. То есть он уже стал межрегиональным. К нам приедут 5 команд из Санкт-Петербурга, представляющих национальное общество Санкт-Петербурга. И, соответственно, 11 команд, представляющих национальное общество Республики Карелия. Вот этим турнир, конечно, необычен. У нас очень много новизны. Давайте по программе сразу пройдемся. Она не очень большая, можно озвучить ее. Что в программе турнира у вас? Так, в программе турнира у нас 13 мая пройдет жеребьевка команд. Команды будут делиться на 4 группы. У нас есть несиенные группы. Это те команды, которые в 2014 году заняли первые 4 места. То есть они будут возглавлять турнирную таблицу в каждой своей группе. 15 мая, так как у нас Кубок Дружбонарода 2015 года посвящен 70-летию Великой Победы, пройдет концерт в честь ветеранов. То есть там будут приглашены ветераны. И сам турнир начнется 16 мая в 10.30 утра. Игры официальные открытия в 2 часа. Турнир будет проводиться на стадионе «Спартак». Вход бесплатный, поэтому всех желающих гостей города, жителей города ждем посмотреть на интересные, захватывающие футбольные матчи. Есть ли у вас вся эта информация на сайте? Человек посмотрит телевизор, куда ему зайти, ознакомиться подробнее? Да, мы запустили сайт, называется «DrujbaCup.ru». То есть вся информация о турнире, вся информация о турнире, который проводился в прошлом году, на сайте присутствует. И поэтому любой желающий может зайти на сайт, посмотреть, ознакомиться с программой турнира и о том, какие команды там будут принимать участие. Слово «дружба» здесь, наверное, ключевое. Это турнир Кубок Дружбы Народов. Но футбол все-таки жесткая игра. Не боишься ли ты, что как раз народы могут поссориться на поле? Нет, наоборот. То есть, как показала практика прошлого года, люди разных национальностей, независимо от того, что, повторюсь еще раз, что футбол – это жесткая игра, они очень дружественно провели это мероприятие, не было никаких конфликтов. Да, сейчас еще хотелось бы заметить то, что сейчас в мире как бы очень много всего происходит непонятного. Но независимо от этого, у нас, как у обычных людей, граждан, то есть очень теплые взаимоотношения с людьми. К тому же нашими девизами Кубка Дружбы Народов является «Победа одна на всех», так как он посвящен 70-летию Великой Победы многонационального народа. И национальности много, и игра одна. И участники турнира как бы очень доброжелательно друг к другу относятся, знакомятся, общаются, и до сих пор как бы с прошлого года люди поддерживают взаимоотношения друг к другу. Какая-то культурная программа для тех, кто приедет из других регионов, предусмотрена? Да, безусловно. Мы этот вопрос не оставили без внимания. То есть гости Санкт-Петербурга останутся очень довольными. Для них Национальный музей Республики Карелия проводит такое мероприятие. То есть он совпадает с турниром. 16 мая Ночь музеев начинается. То есть гости Санкт-Петербурга смогут посетить это мероприятие, познакомиться с культурой Карелии. Ну, останутся очень довольными, так как мы для них готовим много сюрпризов, много подарков. В общем, сделаем так, чтобы они еще раз захотели к нам приехать. Я понимаю, что Кубок Дружбы Народов – это не только футбол. Что будет еще происходить? В рамках этого мероприятия. В рамках этого мероприятия также предусмотрена культурная программа. То есть 13 мая на Жеребевке у нас будут выступать национальные коллективы с песнями, с танцами. И также на самом турнире 16 мая на открытии у нас будут присутствовать национальные коллективы. Также мы пригласили детей из школы, которые будут торжественно в обстановке выносить флаги команд, знамя победы. Скажи, пожалуйста, ты упомянул, что школьники будут принимать участие. В рамках этого Кубка как-то вы работали со школами, с учебными заведениями? Я почему спрашиваю? Потому что у нас когда-нибудь как не проводят Кубок какой-то по футболу, на Спартаке на том же, трибуны зачастую пустые. То есть незаметно, по крайней мере, на первый взгляд, большого интереса к спорту среди населения. Как-то со школьниками вы приглашали их, привлекали как-то еще к этому мероприятию? Да, со школьниками мы работаем. Большей частью со школьниками у нас работает мой друг с организатором этого турнира Юрий Стародубцев. Школьники будут присутствовать, естественно. Плюс, чтобы привлечь больше внимания населения к этому мероприятию, к этому турниру, мы проводим рекламную акцию в поддержку турнира. Нас поддерживают, наш турнир поддерживает очень много известных людей, как спортсменов, так и депутатов, так и известных политиков. Это, например, Николай Валуев, бывший боксер и депутат Госдумы. Это Алексей Смертин. И недавно к нам был приезжавший. Это Рашид Гумарович Нургалиев, который поддержал наш турнир в целом и выразил благодарность, что мы проводим такое мероприятие, укрепляющее межнациональные отношения на территории Республики Карелия. Ты назвал такие громкие имена. Они приедут поздравить победителей или нет? Валуевка? К сожалению, скорее всего, приехать не смогут. Но, во всяком случае, мы передали официальное приглашение Рашиду Гумаровичу Нургалиеву. Если он найдет время в своем графике, то, я думаю, посетит. Но это уже зависит от него. Также мы планировали пригласить известных футболистов, ветеранов. Но, к сожалению, кто-то не может прийти по состоянию здоровья. Но мы обязательно это в следующий раз организуем, чтобы как-то интерес к Карелии больше появился, турнир больше рекламировался среди населения и появлял популярность. Какие-то почетные гости, тем не менее, будут на турнире? Да, почетные, конечно, гости будут. В этом ключе хотелось бы сказать, что этого турнира, скорее всего, не было бы, если бы нас не поддерживали. Это как правительство Республики Карелия, администрация Петрозаводского городского угрука. Это и Центр национальных культур, который как раз проводит культурные мероприятия. Это и председатель национальных обществ, который всецело принимает участие в организации этого турнира, а также бизнесмены, предприниматели, которые откликиваются на наши просьбы о помощи и помогают нам, являются нашими партнерами. И официальные лица – это будут правительство и администрация Петрозаводского городского округа. Люди разных национальностей обычно любят хвастаться своей кухней. Будете ли вы чем-то особенным кормить гостей Карелии из других регионов? Мы для гостей из Санкт-Петербурга подготовили ужин. То есть они приедут 16-го числа с утра, соответственно, будут уставшие. После игры, как бы, вечером у нас будет такой дружеский ужин, то есть в котором будут присутствовать также и национальные общества Республики Карелия, и гости из Санкт-Петербурга. И, естественно, там будет присутствовать карельская кухня, чтобы они поближе, как бы, познакомились с ЦЭЦАЛа, с Карелией. Что это такое? Так как они первый раз сюда приезжают, то есть и наша задача, как бы, им показать, показать, рассказать о Карелии максимально больше, ну, максимально больше информации им дать о Карелии, чтобы у них осталось желание еще приезжать и приезжать сюда. Что ждет победителей? Какие награды? Какие призы? Ну, немножко откроем завесу в этом вопросе. Победителя ждет, ему будет вручен кубок. Кубок он эксклюзивный. Сейчас не буду раскрывать, как бы, все секреты. Мы сами его ждем, сами его, как бы, даже не видели. То есть это очень веселый и достойный подарок. Также, как бы, участники получат подарки от наших партнеров. У нас есть, там, свои номинации. Да, это лучший игрок в каждой команде, лучший игрок турнира, лучший вратар. Но наши партнеры изъявили свое желание, и они, как бы, придумывают свои номинации. И они, соответственно, будут свои призы, свои подарки вручать. Хорошо, давай в конце программы напомним еще раз. Главный день Кубка Дружбы Народов во сколько, куда приходить? Кубок Дружбы Народов стартует 16 мая в 10 часов 30 минут на стадионе Спарта, который расположен на улице Герцена 1. Два часа дня будет официальное открытие, куда придут почетные гости турнира. И также турнир продолжится 17 мая. Там будут уже полуфинальные, финальные игры. Спасибо большое, Вахтанг, что пришел. Будет время, обязательно загляну на ваш... Спасибо, спасибо вам большое. Я напоминаю, что это была программа «Важная тема». Меня зовут Ефим Овчинников. Смотрите нас в интернете по адресу tnt.defisonego.ru. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин